Пружану и люстерку истории. Именно так называлась централизованная постановка, посвященная историческим деятелям, внесшим немалый вклад в развитие районного центра. Королева Бонус Форца, знаменитый канцлер Лев Сапега, повстанец Кастузь Калиновский, талантливый композитор Григорий Ширма. И это далеко не весь список знаменитых людей, которые были объединены одной целью – принести пользу своему народу. Сегодня эту добрую традицию продолжают руководства и жители Пружан. Благодаря им районный центр развивается и без сомнения пружанцам есть чем гордиться. Города, как и люди, они тоже имеют свои счастливые дни, будничные дни, есть радость, есть горость. Поэтому, когда и празднуют день рождения города, тоже говорят о достижениях, но только говорят через людей, потому что город без людей, он бы всегда мертвый, он бы не развивался. А именно благодаря людям, вот сейчас мы находимся на этом празднике, в Пружанах, именно благодаря пружанским жителям, их таланту, трудолюбию, их такому прекрасному отношению к городу, к городу развивается. Достижения тех, которые есть в городе, они тоже благодаря этим людям. Наш город вполне может и должен стать туристической душой нашей страны. У нас очень красивые леса, у нас очень богатая история, у нас очень хорошие, дружелюбные и трудолюбивые люди. Поэтому будущее, я надеюсь, у нас хорошее, перспективы неплохие, остается только сосучив рукава работать. Сегодня пружаны – развитый районный центр. Только за последние несколько лет в городе появился водный дворец с аквапарком и бассейном, построенный мини-ТЭЦ, завершена модернизация линозавода и молочного комбината, закончена реконструкция центральной больницы, начато строительство нового корпуса нейтрологического отделения. История становления и развития города связана с именами многих талантливых людей, неравнодушных к пружанской земле. Они – неоткемлемая часть города, а значит, пружанцы – именинники, которые заслужили самых теплых поздравлений в свой адрес. Дорогие пружанцы, счастья, здоровья в каждом доме. Берегите себя, берегите друг друга, старайтесь, и у нас все получится. Совместным трудом, хорошему результату. Нельзя еще раз подчеркнуть, отделить город от людей. Это живой организм, который дополняет друг друга. И он будет вечным тогда, когда будут вечно жить люди в этом. А пружанцы, как раз и любой город нашей республики, нашей области, они вечны. Они заслужили того, чтобы всегда с каждым годом лучше быть, развиваться и быть с каждым годом красивее. На пачечном концерте прозвучало много музыкальных поздравлений от творческих коллективов пружанского дома культуры и Брестской краснознаменной пограничной группы. Глава региона Константин Сумр от имени руководства Брестского области полкома и себя лично поздравил жителей и гостей города с солидным юбилеем. Одним из торжественных моментов концертной программы стало вручение наград заслуженным деятелям пружанщины. Александру Юркевичу, который долгие годы возглавлял регион, а ныне депутату палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, за особый вклад в социально-экономическое развитие района было присвоено звание почетного гражданина. За это время были решены очень много социальных вопросов, это начиная образование, это медицина, это промышленность наша, это сельское хозяйство. И сегодня мне за регион не стыдно, но я чувствую, естественно, какую-то частицу своего труда, которая вложена в это хорошее нынешнее нашу пружанскую региону. После торжественного открытия массовые гуляния продолжились в городском парке. Выставка мастеров народных промыслов, работа развлекательных аттракционов и аниматоров, праздничная торговля, дегустация товаров предприятий и организаций. Гостям и жителям города было где разгуляться. Все сходились во мнении, что день рождения пружан – прекрасный повод признаться родному городу в любви. Люблю его за красоту, отзывчивость. Я работала в отделе статистики, поэтому приходилось очень быть, ну не то что быть, в курсе всех сведений района. Поэтому, мне кажется, прекрасней для меня города нет. Он для меня самый лучший. И я рада, что я дожила до такого его возраста, 580 лет. Это много, и пусть он живет, расцветает. Мне нравится еще у нас вечера отдыха для пенсионеров. Есть раз в месяц на танцы ходим, в баню хожу. Город, конечно, у нас очень прекрасный. Мы его любим за то, что, конечно, в этом городе можно и есть возможность сделать такой праздник для всех. Для взрослых, для детей. Но мы просто восхищаемся этим городом. Чтобы всегда любили свой город, пускай остаются здесь жить, потому что этот город самый лучший для всех.